Чемпион WBO в полтяжелом весе Сергей Ковалев пройдет защиту своего титула в России 29 июня. Его соперником является обязательный претендент из Великобритании Энтони Ярд. Об этом сообщает инсайдер ESPN Майк Копиджер. Наиболее вероятно, что бой пройдет на родине Крашера в Челябинске. Самый известный мексиканский боксер в истории Хули Сизар Чави считает, что Сауль Альварес пока не сделал достаточно, что войти в тройку или четверку величайших мексиканских бойцов всех времен. Думаю, Канело уже в числе 10 лучших мексиканских боксеров в истории, но пока не входит в тройку или четверку. Своими достижениями он обязан труду, упорству и в первую очередь дисциплине. В поединке Канело и Джейкобса не было много экшена. Джейкобс хорошо дрался, но не выиграл, потому что выбрасывал недостаточно ударов. Канело сумел его нейтрализовать за счет движения корпуса, но сам при этом особо не рисковал. В целом, Канело хорошо боксировал, но не стал лучше после своего крайнего поединка. Руководство WBC дало добро на проведение титульного поединка в легком весе между чемпионом WBA и Super и WBO Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом. WBC уже обязала команды начать переговоры о поединке, который, вероятно, пройдет в сентябре. Кроме того, в WBC санкционировали проведение претендентского турнира. Согласно его регламенту, Заур Абдулаев должен будет встретиться с Дэвидом Хэйни, а Теофему Лопес с Хавейром Фортуной. Победитель этих встреч обязан будет провести очную дуэль, в котором и определится обязательный претендент на встречу с победителем Бойла Маченко и Кэмпбелл. Британский боксер Тайсон Фьюри намекнул, что может в скором времени завершить карьеру. Бывший чемпион заявил, что планирует пройти еще несколько боев, после чего повесить перчатки на гвоздь. Следующим соперником Фьюри станет Том Шварц. Этот поединок состоится 15 июня в Лас-Вегасе. А на этом у меня все. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех новостей бокса ММА. Всем удачного дня и увидимся в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok